во имя отца и сына и святого духа мы записали уже целую серию бесед они называются в осетии библии близко нужно сделать чтобы видно было всегда название работать надо с аппаратом открытым оком мы уже прекратили как бы записывать потому что кто записывал он поехал в лагерь детский лагерь у нас я начальник детского лагеря но и все по своим местам а сегодня воскресный день 12 апреля тринадцатого года я с утра посмотрел один ролик видеоролик осипов выступает профессор алексей ильич он там говорит тему такой задает такой благообразного вида мужчина может священник или не знаю какие недостатки есть в нашей православной церкви по бумажке вопрос ну отвечает профессор но почему-то я сразу подумал он не ответит когда я вот так отвечаю за кого вы себя считаете это профессор всеми уважаемый я не отнимаю от него ничего совершенно он профессор останется и после моего ролика но он еще живой мне удобнее говорить что живой может быть кто-то даст ему это прослушать я был очень доволен дело в том что я вступление делаю у меня знакомый один священник но его дочка за его племянником и они знакомы я прошлый раз был по телефону пришлось немного поговорить но и подарил ему книгу к истинному православию вот можно поднять ее просто показать к истинному православию он отозвался о ней положительно но как будто бы такой ответ дал что там нет любви или не хватает любви или мало любви но любви речь идет вот так я бы конечно если он был рядом я бы спросил а что не полюбить дескать он говорит да человек знает писания знает каноны он все это подчеркнул любви так я об этом и не заботился я хотел людей ознакомить всем что дал господь а если ты не увидел в библии любви я не могу к этому ничего добавить если в канонах церковных в житиях святых вы не увидели любви но это ваш вопрос не мой я хотел ознакомиться всем наследием церковным людей и показывая на все ошибки недавно сектант один ко мне заходит и говорит вот сорок четыре ереси в православии одной ереси достаточно чтобы человек погиб а тут сорок четыре ереси он вообще об ереси никакого понятия не понимаете почему он еретик он глубоко погрязший еретик и он вот видит что нибудь он продает свечи это ересь это не ересь это неправильно господь выгнал но от этого же она ты не перестала церковь и быть церковью то они опять залезли на то их дело они ответят за это несмотря что некоторые неверные бог остается верным апостол павел это говорит и вот здесь он начинает говорить я его так много смотрел видеороликов осипова что могу воспроизвести как он говорит как глаза прижмурит как руки вскидывает как показывает но преподаватель семинарии академии уже больше 30 лет опыта у него громаднейший но когда он отвечает я сразу во свете библии ставлю его у меня опыт 50 лет я больше провел за библии чем он в сотни раз потому что он преподает одно и то же как мама мыла раму рама упал от мамы на пол там если больше нет ничего вот вот эти все его священники это все его воспитанники которые все эти богатступники развратители корыстные что делается что разрушает церковь в дребезги вот это его ученики по плодам будет бог его судить я ему желаю блага я не умолюсь но когда он говорит о недостатках церкви я видел что он их или не знает или не желает сказать иначе его по шапке там ударит и он профессором не будет что он недостатки кладет но у каждого из нас есть свои недостатки а мы это и есть церковь ну начинайте себя трудиться вообще-то беспроигрышно ну кто скажет я святой конечно не такой дал бой как правильно говорит и надо исправляться вообще беспроигрышно так речь то идет о церкви но церковь это же люди нет понимаете и церковь первоапостольская мы же к ней мы относимся то почему они те вопросы не ставили что вы ставите и какие они ставили вы не ставите ни одна церковь ни одно государство не потерпела такого крушения как российская империя православная церковь которая намертво была спаяна с властью мирскими патриарши и монарши престолы двинулись вместе вот может потому она и митра такая расколотая надвое я на все уже смотрю даже даже внешне вот тут я гляжу он отвечает профессор действительно по любви у него все по любви их называют батюшки любвисты ни при какой власти гонимы не будут его никогда никто гнать не будет ну только монахи некоторые вот там книжки сожгли его ну тоже он перед ними отговорился хотя надо было подумать что они говорят он практически и на это то не отвечает вот каким напевом понимаете в церкви отбывают приходят люди бывает такое как там как-то был там пищор или оптина тишина такая душа молится понимаете тишина вот ладан там все поминает а в другом месте там штукатурка буквально сыпется такое пение важна штукатурка сыпется там плиты проламываются но у него образное выражение понятно что там хор большой но какое отношение это имеет ко христу тихо или громко мы идем к откуда мы сегодня идем на рахманинова послушать это литургия там рахманинова напев на рахманинова дальше идет чайковского да правильно но тебя разве об этом спрашивали то это все заговаривание меня иногда спрашивают у нас зачем тогда учиться в семинарии чтобы уметь заговаривать все семинарии академии нужны только для одного научиться оправдывать любой грех вот он бритый профессор ему не скажи 75 лет сид как яйцо облуплены зачем ты же православный профессор сколько ты наплодил этих бритых блудолюбивых но можно сказать ну ты пройди по иконам пойди ты там сергий радонежский кого ты знаешь что сергий радонежский с бородой была ты то кто такой но ученик не вышли свое учитель они попытки вот там полосочку там под гитлера как угодно под сталина под ленина но только не под святых не под христа я вам один вопрос доказал почему ты бреешься думаю что он мне не ответит в земной иерусалим с порченной бородой давить не запустил мы идем невестный иерусалим дальше отвечай дину изнасиловали написано было бесчищено а бороду отрезали очень обесчищено согласно библии это хуже изнасилования а ты ежедневно теперь если сколько ты набрил волосы и все их соединить да у тебя же километровая борода была бы 75 лет но она вот такая у меня больше не растет волосы сечется вас я обрежу она уже не сечется опять отрастет у меня две бороды одну мне в лагере сбрели у меня две бороды она вот такая сейчас была уже и в галстуке и с него галстук уже не снять ему бритва на мир то переросла за это деньги получает а то считает культурно чисто выбритый блудолюбивый образ все даже в старости не может отстать от этого блуда это духовное развращение образ божий галстук зачем это масонский образ в галстуке все время и как будто люди ничего не видят это означает он строго вымеряет везде чтобы никого не задеть он никогда патриарха не тронет ни в жизнь никогда иначе он сразу оттуда вылетит никогда он не скажет синон заседает они взяли функции собора архиерейский собор взял функции церковного собора на себя они обохрали народ лишили его права выбирать себе кого хотят здесь теперь полностью отдали права епископу участвовать епископу вот я старость у меня сразу один день уберет всю эту десятку на разложит сразу она что не может у него прав таких нету они недавно приняли это закон какие у нас ошибки церкви это я все вступление делаю главная ошибка в православии неправильный вход в церковь я даже не о церкви говорю кем попало набито все и никто этих животных не колет и не ест заколи ешь а тут не надо колоть они буйные остались такие змеи остались змеями опускается полотно и они жалят а ну может четыре угла за два рулоном свежим я уже прикидываю что сегодня есть но можно сделать по-другому но теоретически да вот у нас в общине крестовозвиженской городе барнауле именно так все до единого сто процентов сознательно пришли сюда никого никто не зовет у нас запрещено звать к себе повторяю что в газете тут написал тогда председатель журналистов или как секретарь тепляков в общину говорит клапкину попасть нисколько не легче чем в отряд космонавтов от трех до пяти лет оглашение 500 часов только занятия академических университете по слову божьей строго но кто ходил там меньше но не два дня не три дня а тоже определенная щетка и дальше два поручителя ему даются в оглашенный ходит с оглашенными выходит оглашенные постятся платят десятину то есть они полностью вошли уже в лоно церковно осталось только принять крещение тогда будет накануне собрания ему поручителю за них будут говорить они за себя ответят из церковно приходской совет будет голосовать и батюшки мы принесем это совещательный характер рекомендательный так скажем вот у них ничего этого нет и у нас неоднократно было такое что не готовый человек два года прошло все не готовые еще на год отложили а он потом говорит как хорошо что прошлом году меня не приняли а совсем было не готовы вот как неправильный вход в церковь а как ну маленький ребенок его ладошка ему покрыл не погружает погружает очень редко и он же знает осипов и он никогда к нулю не подведет здесь сказал бы все неверно крестить да сам может не крещеный ладошка в это правильно это крещение когда ребенка там троекратно погружает говорит погружает а сам ладошка вот так вот она хватает воду священника ноги туда торчат ребенок одеты стопроцентный обман фальш никакого входа в церковь нету так и поэтому спрашивать о нарушениях в церкви нельзя ее как таковой церкви то нету внешняя структура соблюдается а внутренней ее нету то есть она она есть и ее нету если все дано нарушители вот я работал на корабле как но я иду в отдел кадров потом куда меня направляют ну потом по состоянию здоровья карта медицинская называется там меня проверяют эти был подводном флоте там тебя в барокамеру ну готов я или нет я может не выдержу сегодня в церковь никак если взрослый пришел так квиток заплатил так заплатил ну проходите сюда они должны трижды там считает веру ни разу не прочитает наизусть он по креститься не знает он как угодно такие круги наворачивает священник уже привык дети орут никто ничего не знает чтобы правильно крестить сегодня я не знаю здесь вот исследование вела кандидат наук сыпенникова пять лет среди студентов на 300 крещенных только один что-то знает и ходит церковь один это 0,3 процента всего а если дальше разобрать так это и на тысячу может один едва ли найдется почему нет рождения от слова божия духа божия а рождение свыше люди даже не слышат в церковь входит человек только рожденный свыше он должен родиться и тогда его запишут он рожденный а мертвецов записывает он не рожденный то это публика чищникова мертвые души и поэтому говорить о недостатках правовой церкви нельзя там там не на что взять все все гнилье ну неправильно значит люди невозрожденные ну и где на церковь община закрыта раз нету никого нету патриот спрашивает что такое рождение свыше они не знают я спрашиваю вот допустим тебя дорога их встретился кто-то и спрашивает я хочу спастись ну как мне спастись ну как ты в храм ходи к батюшке на исповедь надо покреститься там причащайся чаще исповедуйся чаще причащайся чаще исповедуйся чаще причащайся то есть каемся и грешим каемся опять грешим для нас год уже крови христовой не хватает как один сказал итак самый главный недостаток православия то что нет рождения свыше я вот слушаю выступление патриарха кирилла гундяева иногда выступление бывает 20 25 минут слова христос ни разу не произносит и слова библия на может быть на 50 выступление один раз только помянет слова библии вообще отсутствует его нету чаплин выступает одна говорит слово бога три раза помянула слова христос ни разу люди со мной не связаны это видят и возьмите я выступляю выставляю материал он для нас никто журавлев так называемый архиепископ для нас никто его клоуном зовут но он говорит правильно ему не хотят прислушаться он много правильного говорит и сексанты которые даже нападают на церковь они говорят очень много правильного теперь я думаю чтобы им это понять потому что то они не понимают им нужно разобрать то что погубила православие здесь как это в один раз все это рухнуло 57 тысяч храмов а в каждом храме были люди вся россия там на 90 процентов православная и друг за революции попов убивают крушат ломают храм взрывает что послужило для этого они не исследуют совсем безбожие это вчерашние прихожане в революции старобрядцы не пошли баптисты не пошли молоками не пошли адвентисты 7 дня не пошли пошли только православные и кто семинаристы ставим семинарист правда не кончил микаян тот закончил их там сколько было крещеные кто берия крещеный православное троцкий крещеный крещеный и гетлер крещеный. Все это крещеное. Как это не понять? Человек, Моисей, говорит, придя в возраст, предпочел лучше страдать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Значит, придя в возраст. Я не против детского крещения, чтобы мне это не приписали. Я полностью согласен, как говорит отец Дмитрий Смирнов. 20 лет крестил, и никого нету. Стал спрашивать, никто ничего не знает. Вот когда по-настоящему верят муж и жена, и думает так, детей воспитывает, церковь, тогда идет навстречу, крестит ребенка. А остальные прекратить. Вот это неправильный вход. Прекратить крещение вообще, пока люди не уверуют. Прекратить. Правильно сразу крестить можно только баптистов, сектантов, которые исповедуют правильно, и не хватает крещения. Ну и бритвы все выбросят. А еще что? Второй шаг это забота, научение о исполнении Духом Святым. Стижание Духа Святого, как Серафим Саровский говорит. А этого нету, вообще не знают. А еще что? Папизм. Там папа один у католиков, у нас каждый епископ папа. Он наворачивает, он безраздельно царствует на священника. А этот угнетает своих. Попробуй, бабка, не так. Я тебя отлучу от причастия. Ты так без причастия в ад пойдешь. Вот и все. Они при счастье попы играют. А можно по-другому? Ну как? Бог делал по-новому уже, выжег. А они нарождаются опять те же самые. Надо бы народиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не войти, а увидеть. Даже глазами не может увидеть. А теперь, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8-9. Духа Христова не имеет. А имеет он. Маслом помазали, там миром. И он теперь печать дар и Духа Святого. Ничего там нету. Если печать-то была у него, так он запечатленный. А он вышел, закурил в этот же день. И опять идет, живет в блуде. Как вор был, так и ворует. Как угнетатель был, такой угнетатель и остался. Это обман. Выходя из купели, человек погружается мертвый, умирает. Выныривая из воды, выныривая, а не на капельном полу стоять. Он воскресает для новой жизни. Прекратить строительство храмов. Прекратить крестные ходы. Это ничего не дает. Это обман. Притом, крутой обман. Все мироточивые эти иконы изъять. Чтобы народ не прещался. Просто изъять их. А куда? Ну, собор там решит куда. В отдельные склады пускай положат. Пусть они лежат. Пока не перестанут мироточить. Потому что комиссия была в патриархии создана. Там явно экономцев был, архимандрит. И говорит, не демоны ли это над нами насмехаются, а мы голову ломаем. Потому что чудеса творят и демоны. Это все прекратить. Повторяю, прекратить строительство храмов. Они не нужны. Это для мусульман строят. Да еще придумали на полумесяц если стоять. Они крест ослабливают, а полумесяц уже стоит. Он же не вверху полумесяц, а внизу под крестом. Они так легко этот крест ломают. И все, говорит, готовые мечети. Заходите, мусульмане, и молитесь. Аллах Акбар. Неправильно то, что нет научения Библии. В каждом доме нет Библии. И они не наставляют священники по толкованию святых отцов. Неправильно то, что забыты каноны церковные. Бледут только соблюдают каноны, которые епископ себе поджал. Не трожь епископа, не досади епископу друг друга и парки на каноническую территорию. И все, обман. Далее. В церкви у нас абсолютно неправильно принято отношение к благовестию. На исповедь приходят, перечисляют старые грехи. Ко мне тут один архимандрит приехал с Иварного. Можно и сказать даже о Бросе Юрасов. Ну как-то мы поехали, у нас близкие люди. Он там их исповедовал. Тальменко такое, село из Алтайском крае. Мы идем дорогу. Это он не один раз приезжал. У меня и жил, ночевал тут. Я говорю, отец, а вот ты исповедуешь там, где в монастыре до утра, говоришь, исповедовали. По 300 человек бывает исповедников. А люди-то в следующий раз приезжают некоторые, да, и как они каются, да пьет те же грехи. Да как же это те же грехи-то? Ну как, пил так и пьет. Ну как воровал, так и ворует. А кого ты исповедовал? Я говорю, ты знаешь, напоминаешь кого? Хозяйка в бочку наложила куриный помет, и весной ей надо удовлетворить. Вот так раскрутил, а потом оно осело. Потом опять ты раскручешь. Осело это промежуток от исповеди до исповеди. А по-новому опять помет раскрутил, вот и все. Вот твоя исповедь. Значит, перетрясти нужно всех смещенников. Ну это можно сделать. Сначала епископат перетрясти, который нерожденный свыше. Его видно, что он нерожденный. Это прекратить всякую связь с миром. Какую с миром? С мирскими властями. Они все лепятся, всякие подарки там принимают. Подарки это неплохо. Но это ко многому обязывает. Они их исповедуют, там, как, такие ролики ставят, там, освещают машины. Ничего этого не надо. И когда вот это будет, а я об этом говорю в самом начале, когда мне вопрос задают, что бы ты сделал, если ты был патриархом. Я фактически повторяюсь. Вот с этого надо начинать. Все эти семинарии, все-все поставить сейчас под ревизию. И разобрать, кто там, какие преподаватели. Которые не крещены в полное погружение, значит, должны креститься, если веруют. Не будет, значит, за штат, чтобы бритвых ни одного не было. Чтобы посты все соблюдали. Они соблюдают пост на два года отлучен от церкви. Камон, правило. А сегодня как? Ну, я постилась первую, последнюю неделю поста. Великий пост. Златоуз говорит, у царя семь царевин, дочерей. Ты почти одну, старшая и младшая. А остальных пренебрегает. Царю понравится? Нет. Ну, ясно, что. К чему это он подговаривается? Говорим о посте. Дальше. Православные не знают, как молиться. Не знают? Как не знают? Да они же молятся. Я говорю, не знают. Не знают? А если знаете, прочитайте. 118-й псалом, 164-й стих. Вот мусульмане знают намаз. Они знают. Пять раз в день намаз совершаются. Они останавливают. Все. Мужчина отдельно, женщина отдельно. У нас этого ничего нет. Нет. Семьи как таковой нет. Какая должна быть. Чтобы жена была в послушании мужу, не оговаривалась. Это все, что у нас в церкви есть. Это священники все это распустили. Поэтому мусульманство, оно более презентабельно выглядит. Люди его так и принимают охотно. По крайней мере, у меня дома будет порядок. А раз Христа не верил, он ничего не теряет. По крайней мере, на этой земле он будет жить более правильно. Вот это необходимо ввести в один день. Вот это убрать, а вот это ввести. Учиться везде. Даже символ веры, который есть, к нему добавить. К символу веры. Тоже, чтобы зачитывалось, там составят кому надо. Чтобы каждый, старый и малый, были благовестниками, шли на проповедь. Все, как у свидетелей так называемых иеговы. Вот. Вот те недостатки, с которыми нужно бороться. Торговую истребить сразу. И ввести всеобщую десятину. Десятую часть дохода со всего, что есть с огорода. Ну, какой прибыток у тебя есть. А остальное все, ты уже сам распорядишься как. Так а тогда церковь на что будет жить? На десятину. Десятину. А если в церкви нет возможности содержать священника, значит один священник на два, на три прихода пускай будет. Пускай они идут на производство. Вот за рубеже русская церковь православная. Там многие священники. Они отслужил и пошел на какой-то где-то работает. Я знаю вот этот отец Александр Миллиант. Он был в этой программе НАСА работал. По космодромам по этим американцам. Это очень большой человек. Потом он стал епископом. Заболел и умер. Вот что у нас необходимо? Дальше вот этот диктат священников подрубить. Они все решают. Кому что считать, не считать. Они везде влазят. Это вот с властями освещает танки. Прекратить. Это не просто недостаток. Это убийственное, злостное, смертоносное зло. Которое нужно немедленно искоренить. Чтобы ни к одному танку не подходили. Ничего, ни оружие не освещали. Безумие. Прям смотришь, как они отвечать только будут. Пошел домой теперь. А вы идите воюйте там. Идите завоевывайте. Под нас. Под Россию. Давите их всех там. В Армении. Еще не добили всех. В Азербайджане. В Чечне. В Прибалтии там наворотили сколько. Поэтому у нас недостатков в церкви много. Много. Но теоретически повторяю. Их можно все удалить. Но меня спрашивают. А если патриарх будет делать, как вы говорите, к вечеру убьют. Ему нужно куда-то спрятаться. Церковная мафия это страшная вещь. Они везде лезут. Везде священники. Где их никто не звал. Ничего. Они все решают. И что есть. И как хлеб печь. И как рожать. Всему учат. Абсолютно. А он ничего не знает. Он не сверяется с этой книгой Святая Библия. Но раз не сверяется, он городит от своего ума. От вчерашнего плетня. Поэтому у нас не 44 ереси. Их может быть ни одной ереси нет. А недостатков много. И вот в нашей общине мы показали. Это все выполним. У нас торговли никакой нет. У нас деньги вообще хода не имеют. Мы их даже не видим. Ну добровольно в кассу если положат. Вот и все. Но каждый платит десятину, которая по слову Божьему. Десятина это святая Божия лепта. Бог ее так установил. Ну а дальше все остальные таинства, причастия допускать только верующих. И на исповеди обязательно священник должен спрашивать. Ходил ли на благовестия, в сколько домов, где был, престарелым, другим. А священник сегодня об этом даже нигде не спрашивает. Вообще. Ну грехи перечисляют такие плотские люди. Вот так. Вопросы есть какие еще к этому? Богу нашему слава во веки веков. Аминь.